Привет, друзья! Я была Шевольга, я рада приветствовать вас на моем новом канале. У нас снова лето, у нас снова жарко, очень солнечно. Я предлагаю снова посидеть на крылечке в тени и рассмотреть еще несколько моих антикварных кукол. Вы знаете, я вас немного обманула, когда сказала, что самой первой моей куклой была Соня от Хойбах. Нет, на самом деле самой первой куклой была вот эта вот синеглазая малышка. Она была вот так, как есть, без одежды, без волос. Волос у нее до сих пор пока так и нет. Зато у нее есть уже домик. Я сделала вот такую шкатулочку для нее на основе антикварных фотографий. Сделались вот такие вот шкатулочки, в которых хранилась приданная кукла. Я сшила для нее белье, вот такие вот панталоны, вот такой лиф, все отделано кружевом, все это сшилось вручную, юбка и такая блуза. Лиф и панталоны были сшиты по кукольной моде тех лет. Здесь я практически не погрешила против истины. А вот, конечно, платье, вернее, в данном случае это не платье, а костюм, юбка и блуза, они, конечно, не имеют отношения к антикварным нарядам, но просто вот я сшила, как как сшилось. Мне показалось, что вот эта ткань, она имеет винтажный вид, вот эта тесьма имеет винтажный вид, и я вот их вот таким вот образом скомбинировала. Вот смотрится очень мило. У меня эта куколка так и хранится в этой шкатулке. Единственное, что осталось для нее сделать прячок. Вот моя красавица. Давайте я вам сразу покажу еще одну голую девочку. Вот так она ко мне пришла. У нее нет даже паричка. У нее тоже спящие глазки, но там тоже салфетка просто для сохранности. Паричка нет, одежды нет, обуви... А, обувь. Кстати, про обувь. Единственное, что у нее теперь есть, это обувь. Я ей купила вот такие ботиночки. Это современная работа, но по антикварным лекалам. Такие ботиночки и вот такие хлопковые носочки. Это все, что есть у моей бедной девочки из одежды. Ну и раз уж она раздета, давайте рассмотрим ее тело. Это пока что первая кукла, которую я вам показываю с кожаным телом. Кожаные тела ценятся гораздо меньше и стоят. Они, соответственно, гораздо дешевле. Почему? Потому что кожа, она, в общем-то, подвержена износу. Вот посмотрите, какие обнажившиеся суставы появились у моей девочки. И вообще вся кожа, она очень сухая на ощупь. Очень сухая, очень такая ветхая. Здесь, видите, у нее сделаны такие шарниры, чтобы она могла сидеть. И у нее также кожаные ступни. И тоже, по всей видимости, здесь уже было повреждение кожи, поэтому эти места заклеены. Это не мной заклеены, это предыдущим хозяином было заклеено скотчем. Вот эти места. Да, кожа очень ветхая. Но эта кукла стоила очень недорого. Я ее выиграла на аукционе. Мне очень понравилось ее личико. И я решила, ну что, ну что, что кожаным телом пусть будет. Давайте посмотрим на ее затылок. Видите, это звезду и буквы К и Р. Автор этой куклы Кэмер и Райнхард. Ну и раз уж мы с вами заговорили про производителя Кэмер и Райнхард, то у меня есть мальчик. Мальчик. Но это не оригинальная кукла. Это винтажная копия с антикварной куклой этого производителя. Он маленький. Вот смотрите, он в моей руке. И меня совершенно не смутило, что это копия. Мне он очень понравился. Во-первых, это пацан. Пацаны не так часто встречаются. Во-вторых, посмотрите, какая у него прелестная роспись. Он очень красив. Очень. Ну и да, я его тоже выиграла на аукционе. И тоже он стоил каких-то совершенно небольших денег. И посмотрите, у него такой атласный костюмчик, оделанный кружевом, оделанный лентами, брючки. И у него там тоже есть даже не носочки, а чулочки, потому что они где-то выше, выше колена. И вот такие малюсенькие, совершенно крошечные ботиночки на шнурочках. В общем, хорош необыкновенно. Ну и потом, это тоже не совсем современная вещь. Это вещь не антикварная, винтажная. И он радует, радует меня в своем присутствии. Мы девочек-кукол в витрине тоже радуют. Вот эта красавица пришла ко мне тоже ньют абсолютно без одежды. Единственное, чем она отличалась от предыдущей куклы, на ней был плечок. И вот весь вот этот наряд, вот этот костюм мы шили с вами вместе. Но за исключением туфелек, туфельки я покупала у мастера. Мне не хочется ее сейчас раздевать по той причине, что ее тело тоже кожаное. Хорошо, сейчас сниму шапку, сниму паичок и продолжу. Вот такая меховая шапка. Вот такая меховая муфта. Жакет, под жакетом платье. Под платьем сорочка. Под сорочкой еще панталоны, отделанные шитьем. Если вы хотите рассмотреть, как выглядит ее одежда, то я вам оставлю ссылки внизу под этим видео, как мы эту одежду всю шили. Единственное отличие этой куклы от предыдущей куклы. Сейчас я вам ее рядом положу. Вот они, две девчонки. И у этой куклы обеих кожаные тела. Единственное, что у этой куклы тело полностью кожаное, в том числе и ножки. А у этой куклы оно кожаное до колена. Дальше уже не кожа. Производители у этих кукол разные. Производитель вот этой куколки... Сейчас я ее поверну. Это Кеснер. У нее тоже здесь салфетка, на всякий случай. Вот. Если вы хотите, чтобы эту куколку мы с вами тоже одевали вместе, на моем основном канале, чтобы мы вместе сшили для нее белье, платье, возможно, летнее пальто, возможно, шляпку. Не меховую шапку, как у этой куклы, а шляпку легкую летнюю. То напишите в комментариях, и будем снимать вместе видео с одеванием антикварной куклы. Ну и последняя кукла, которую я вам покажу сегодня, это еще одна моя любимица. Ее зовут Дуси. Дуси звали мою любимую бабушку, но почему-то мне захотелось назвать эту куклу тоже Дуси. Производитель ее Геобель. И мне кажется, эта кукла, она больше других нуждается в помощи. То есть у нее расшатанное крепление, у нее руки не держатся, они не оболтаются, то есть здесь нужно перетянуть резинки у нее. Потом у нее требуют, наверное, реставрации пальчики. Все держится, но держится, мне кажется, ну видите, трещинки у нее на пальчиках. У нее какой-то немножко безумный взгляд. Знаете почему, мне кажется? Потому что у нее приклеен парик, и его нельзя открыть, нельзя зафиксировать глаза. То есть как вот в предыдущих кукле, что я вам показывала, у них у всех спящие глазки, но там везде вставлена салфетка, и глазки зафиксированы. Здесь они не зафиксированы, поэтому они немножко какие-то странные, странный взгляд. Но тем не менее кукла очень любимая. У нее тоже натуральные волосы. Сейчас я ее положу. Тоже хочется минимально ее, конечно, трогать, потому что, ну, возраст. Видите, у нее утрата краски на глазках. Открытый ротик. Маленькая совершенно ямочка и зубки. У нее прелестное платье. Это какой-то материал, наверное, шифон, что ли, такой, отделан кружевами. И это не антикварное платье, но винтажное. Винтажное платье. Очень красиво подобрана расцветка. Мне очень нравится. Отделка коричневым цветом. И у нее, давайте посмотрим, бельишко. Бельишко цвета слоновой кости. Интересно сделана оборка. Она какая-то двойная. Украшена кружевом, защипы. И вообще-то двойная юбка даже. Это не оборка двойная. Не только оборка двойная, но и юбка двойная. У нее такие же панталоны, отделанные кружевом. И у нее чулки. Чулки такие, как у моей бабушки были. Вот такие коричневые чулочки и черные замшевые туфельки. В общем, куколка очень хороша. Красивая, необыкновенная. Тоже одна из моих любимиц. Жду от вас обратной связи в комментариях. Появились ли у вас любимицы с сегодняшнего показа? Какая из них вам понравилась больше? И как вы относитесь к куклам с кожным телом? Стали бы вы их приобретать или нет? В общем, я жду от вас обратной связи. Я жду от вас поддержки. Канал новый, канал развивающийся. Ему очень нужна ваша поддержка. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok